В сетке вещания нашего канала произошел неожиданный сбой, но вовсе не по нашей вине. В сетке вещания Хабиров отменил еженедельную оперативку, уехал в зону СВО, потом вернулся и начал готовиться к прямой линии, о которой, собственно, мы сегодня и будем говорить. Сегодня у нас обзор прямой линии ради Хабирова, общение главы региона с народом. Прямая линия Как и в прошлом году, прямую линию вели Рустам Зарафудинов, руководитель ГТРК Башкортостан, и Елена Прочаковская, руководитель ЦУРа, главная по блокировке нежелательных комментариев в социальных сетях Ради Фаритовича. Они очень много оба улыбались, шутили, балаганили, делали вид, что все прекрасно и замечательно. Заявили, кстати говоря, что прямая линия Хабирова вызвала неимоверный интерес и воодушевление в народных массах. Ну, естественно, в тех самых народных массах, конечно, которые, безусловно, обожают дорогого Ради Фаритовича. По словам Прочаковской, воодушевление глубинного народа выразилось в том, что она, Прочаковская, сняла аж 216 видео вопросов от жителей к дорогому Ради Фаритовичу, ответила на 56 звонков в Центр управления регионом и зафиксировала 1153 комментарии в социальных сетях. Ну, вот тут я, конечно, горько всплакнул. Такой уровень активности в соцсетях и по телефону, простите, свойственен скорее начинающему гастроблогеру, а вовсе не руководителю крупного федерального региона, который захотел пообщаться с 4 миллионами населения республики. В зале, где проводилась эта пресс-конференция, эта прямая линия, в Центре управления регионом сидели отборные кадры. Как на подбор, лучшие люди города, лизуны, подпевалы, призеры соревнований по аплодисментам с места, ну и прочие всякие Шамили Валеевы, Раисы Габитовы, Кобзоны и оставшиеся и же с ними прыгуны в последние вагоны уходящего поезда команды «Х». Ни одного лжеца или мерзавца, или негодяя, как говорит Ради Хабиров, в зале ЦУРа в этот раз отмечено не было. Значительная часть прямой линии была посвящена, естественно, специальной военной операции. Хабиров в минувший понедельник внезапно выехал в зону боевых действий, настолько внезапно, что даже многие его приближенные не знали, куда он делся и даже немножко растерялись. Но вскоре он вернулся и вот на этой прямой линии рассказал, как он героически ездил по дорогам Запорожья со скоростью 180 км в час, ну естественно, из соображений собственной безопасности. Приглашенные на прямую линию участники СВО и родственники участников СВО на все лады хвалили дорогого Радио Фаритовича за мудрую идею формирования именных батальонов для специальной военной операции. Хабиров, скромно потупив глаза, отвечал, что вообще он здесь совсем ни при чем. Это все общественность, она все это придумала, упросила, инициировала, ну и добровольцы сотнями и тысячами записывались в эти батальоны. Так что его роль здесь, конечно, скромная, он всего лишь организовывает снабжение и обеспечение этих частей всевозможными материальными благами. Немного расчувствовавшись и расслабившись от потоков лестия и благодарности, Хабиров неожиданно сообщил, что, цитирую, «из первого состава батальона имени Шеймуратова в строю остались, если не единицы, то пара десятков бойцов. Сейчас воюет уже второй, третий состав этого батальона». Ну, согласитесь, очень неожиданное заявление, которое способно посеять панику и беспокойство среди родственников-участников СВО, как минимум. Вообще, я не понимаю, зачем Хабиров об этом заговорил. У нас, в принципе, не принято говорить о потерях на специальной военной операции. А еще Хабиров сообщил, что сейчас в зоне СВО воюет 17 именных боевых подразделений, сформированных из выходцев и жителей Республики Башкортостан. Вдумайтесь в эту цифру. 17 батальонов и полков. Стоит отметить, что практически в тот же самый момент, когда Хабиров говорил об этих всех героических вещах про СВО, он говорил очень много, он благодарил, без конца, значит, отмечал, назначал, упоминал и так далее, и так далее. Всех там, значит, отличившихся и не отличившихся. И очень хвалил складское хозяйство Азата Барданова, где у него там все по полочкам разложено, и все прекрасно, и бойцы ни в чем не нуждаются. Практически одновременно со всеми этими речами в социальных сетях распространилось внезапное, очень эмоциональное заявление иноагента Ростислава Мурзагулова, в котором он рассказал, что буквально на днях на специальной военной операции погиб его близкий родственник, и он Мурзагулов в три этажа проклинал нецензурной лексикой лично Хабирова, обвинял во всех этих несчастьях именно лично Хабирова. Выглядело, конечно, жутковато. Если честно, очевидно, что у Ростислава был какой-то нервный срыв, но, конечно же, по содержанию подобные заявления Хабирову, наверное, было очень неприятно слышать и понимать их существование, тем более от бывшего друга. Мурзагулов с Хабировым всегда позиционировались как друзья. В общем, вот это было неожиданно, это было, как говорится, рефреном к тем благостным елеянным речам, которые в основном произносил Хабиров, упоминая специальную военную операцию. Перешли к текущим вопросам. И на вопрос о том, планирует ли Хабиров идти на выборы главы в 2024 году, на второй срок, он ответил очень примечательно. Цитирую. «Дожить еще нужно», как-то мрачно так отметил Хабиров, «я член команды Путина, и решение принимает он, если он сочтет, что я еще поработаю, я еще поработаю». Потом Хабиров понял, что сморозил глупости и сказал, «ну, в смысле, пойду на выборы, а если нет, буду работать где-то в другом месте». Конец цитаты. Но прозвучало это не просто туманно, а так, как если бы Хабиров не понимал, как сейчас к нему относится Путин, и есть такое ощущение, что Хабиров предполагает, что Путин не вполне одобряет то, что сделал Хабиров в республике, не вполне готов продлить ему полномочия. В общем, вот так вот это все прозвучало, и никак иначе. «Журналистка Светлана Валиева коварно уточнила, ведь у Путина, у самого выбора в марте, раньше, чем выборы главы республики Башкортостан в сентябре, речь идет про 2024 год, получается, вы, Радифоритович, уверены, что Путин в сентябре останется президентом Российской Федерации?» – задала коварный вопрос Валиева. Хабиров возвел очи горе и почти с религиозным таким экстазом и пониженными интонациями одобрил наглую журналистку, отчаянно делавшую вид, что она тут импровизирует и задает неожиданные коварные вопросы. Хабиров ответил так. «Мы, когда говорим о выборах, бываем политкорректны, но мы же взрослые люди. Вы посмотрите, какой рейтинг у Путина в этот момент все посмотрели на потолок соперников. У Путина нет», – как отрезал Хабиров. Но, войдя в роль внезапной разоблачительницы, Светлана Валиева не унималась. «А Путин-то пойдет на выборы?» – спросила она Хабирова. Хабиров грустно выдавил. «Мы надеемся на это». Тоже прозвучало очень странно, потому что в подобных случаях раньше все кричали «Да-да, конечно, Владимир Владимирович, навеки с нами, поддерживаем». А тут как-то он очень мрачно упоминал Путина, и как-то вот это «Мы надеемся на это». Подразумевается, что может и не случиться. В общем, звучало довольно странно. Тем не менее, несмотря на балаган и препирательство Зарафудинова и Прочаковской, которая вообще вела себя как воспитательница младшей группы детского сада, в том числе и с самим Хабировым, выглядело, кстати, это как-то очень уж и унизительно. Тем не менее, несмотря на весь этот балаган, мне удалось все-таки почерпнуть ряд интересных вещей, касающихся злободневных проблем и тем региона, а также услышать несколько неожиданных и порой шокирующих высказываний Хабирова. И, пожалуй, начнем мы именно с этих высказываний. Хабиров заявил, цитирую дословно, «Мы в республике агрессивно-военную тематику не проповедуем. Не надо военщины в нашей жизни, мы живем в тылу». Конец цитаты. Ну, согласитесь, неимоверный какой-то немыслимый пацифизм сквозит в этих словах. Раньше было все наоборот. «Мы должны сплотиться, как один, там, руки к винтовке, там, тдд, нацисты, враги вокруг нас, там и прочее». Тут, значит, никакой агрессивно-военной тематики. Очень странно. Еще одна цитата. Эта цитата была самым таким ярким и самым необъяснимым высказыванием Хабирова на этой прямой линии. Цитирую. «Дороги – страшное бедствие. Дорог в нашей республике, как явление, быть не должно». Конец цитаты. Ну, правда, вот он так сказал. Это цельное, никак не разорванное предложение. Очевидно, Хабиров, конечно, оговорился, но оговорился он исключительно по Фрейду. Потому что с дорогами-то как раз у его команды, у него, сделать ничего не получается. Дороги становятся только хуже в республике Башкортостан. И вообще было много загадочного. Например, он сказал такую фразу. «Многое, что мы планируем, возможно, делать будут уже другие люди». Конец цитаты. И опять какое-то обреченное предчувствие того, что второго срока правления в республике Башкортостану Хабирова может и не случиться. И ведь еще полгодика назад он был абсолютно уверен и всем своим соратникам, и публично и непублично заявлял, что он, безусловно, остается на второй срок, и он точно будет править как минимум до 2028 года. Еще одна цитата. «Если в деревне живет 50 человек, дорогу туда делать мы не будем». Конец цитаты. Но это тоже к вопросу о дорогах и к вопросу о единстве прав и возможностей жителей республики. Хабиров заявил, что, цитирую, «самое большое количество информационных атак идет на Башкортостан. И на меня, как его руководителя, на той стороне неглупые люди сидят, они бьют и бьют». Ну, это Хабиров попытался превратить шквал критики в свой адрес и в адрес своей команды в атаку тех самых ненавистных украинских инфонацистов и медиабандеровцев. Согласитесь, очень удобно, когда тебя критикуют за плохую медицину, плохое образование, плохие дороги, низкий уровень жизни. Ну, все это можно свалить на оговор со стороны вот этих вот нацистов и бандеровцев. Очень удобно. В таком случае получается, что никаких проблем нет. А еще Хабиров рассказал вообще загадочную вещь. Цитирую. «В Страсбурге, в Канаде и в США сидят пельмени и вещают от имени башкирского народа, но все они сидят на зарплате». Конец цитаты. Ну, может быть, конечно, Хабиров хотел сказать не пельмени, а пигмеи. Ну, тогда пигмеям должно было быть обидно. Точно не знаю. Но прозвучало именно слово «пельмени». Как-то странно все это. Ну, в общем, почти необъяснимо. Хабиров признался. «Я стал реже проводить здравчасы, стройчасы и промчасы. Физически времени не хватает». Ну, прям пожаловался на тяжелую жизнь. А, собственно, что изменилось? Ну, чаще приходится плов варить или там участвовать во всех этих сабантуях, курултаях и фестивалях, петь, плясать и вкушать банкеты за бюджетный счет. В этом проблема со временем, Радий Фаридович. Ну, сократите эти забавы и снова появится время, например, на стройчасы или на здравчасы или на что-нибудь очень полезное. Ну, и вовсе концептуальное заявление. Слушайтесь. «Суть работы главы республики Башкортостан – дожимать». Они с цитаты. Вот это его любимое «дожимать», оно звучит по поводу и без повода, в тему и не в тему. Но Хабиров правда считает, что давить, дожимать, выжимать – это основная задача власти. Вот это у него прорывается из-под сознания. Впрочем, не забывал Хабиров себя и хвалить. Цитирую. «Такой насыщенности медицинским оборудованием и его доступности в регионах не было никогда». Конец цитаты. Это вот к вопросу о медицинском обслуживании. Ну, знаете ли, Радий Фаридович, многие жители республики Башкортостан, лишившиеся, например, больниц или станций скорой помощи непосредственно в собственном населенном пункте, точно с вами поспорили бы, но, к сожалению, их не допустит до этого Прочаковская. Хватит цитировать Хабирова. Теперь давайте поговорим о важных темах, о которых он все-таки коснулся, вольно или невольно, на этой своей собственной прямой линии. Вот, например, конфликт вокруг строительства Храма Всех Святых вблизи археологического раскопа городища Уфа-2. Ну, вопрос, кстати, поручили задать сидящему плотно на зарплате госсобрания Шамилю Валееву. Хабиров признался, что он до конца не понимает природу этого конфликта, сообщил, что Назаров предложил построить депозитарий артефактов городища, и что он, Хабиров, эту идею, безусловно, поддерживает. Ну, осталось только найти на это дело много-много денег, но в последнее время башкиры с папочкой у нас в регионе перевелись, а Саша Сидякин, последний способный башкир с папочкой тот, сбежал от Хабирова в Москву. А, кстати говоря, у Сидякина привлекать деньги действительно хорошо получалось. Попутно Хабиров посетовал, что в Уфе очень много недостроенных культовых сооружений, и что он, Хабиров, лично будет заниматься мечетью Ар-Рахим. Возможно, даже следующей весной начнут продолжать облицовку миноретов. Но это, как говорится, не точно, потому что Хабиров обмолвался, что ему более или менее понятны источники финансирования. Вот это «более или менее» звучало достаточно подозрительно. Неугомонная Светлана Валиева, войдя в роль фан-фаталь башкирских СМИ, спросила Хабирова, зачем Хабиров упорно не увольнял Беляева и Кучербаева в то время, когда они более года были под следствием. Более того, Хабиров не менее упорно платил этим двум министрам гигантские министерские зарплаты из бюджета. Кстати говоря, по моим подсчетам, за время следствия Хабиров выплатил этим обоим героям около 12 миллионов рублей только зарплаты из бюджета за наш с вами счет. Хабиров гневно одобрил бесстрашную Валиеву, цитирую, «У человека должны быть принципы. Я сразу сказал, пока не будет приговора, я их не уволю». И вообще, Хабиров, кстати, заявил, что ему так и не доказали, что в действиях Беляева и Кучербаева была какая-то корысть. Дорогой Рядь Фаридович, согласно приговору, Беляев и Кучербаев нанесли урон бюджету на многие десятки миллионов рублей. А это в Российской Федерации считается уголовным преступлением, за которое они и сели. Причем тут корысть. Ну, так можно сказать, что они еще не были браконьерами, они еще не были насильниками и прочее, прочее. Ну что же им за это зарплату платить? Согласитесь, очень удобно иметь какие-то железные принципы за бюджетный счет. Вот эти принципы Рядь Фаридовича оплачивали мы с вами. У него принципы, а мы, как говорится, платили 12 миллионов зарплаты вот этим двум перцам. Но Хабирова уже понесло. Он заявил, что Беляев и Кучербаев совершили то, за что они сели. В далеком 2017 году. А за время правления его Хабирова никого из его команды не осудили. Вот это вот было его прямое заявление. Стоп. Вот тут Рядь Фаридович, конечно, погорячился. Ведь уже 30 ноября, вот в день, когда вы увидите это видео, состоится новый суд над Кучербаевым. Уже по другим эпизодам, по эпизодам ВСИН. И эти эпизоды, это уже времени вашего управления, дорогой Рядь Фаридович. А как же быть сосужденным и приговоренным главой Кушнаренковского района? Еще десятками членов вашей команды поменьше. Скоро будет приговор, например, начальнику ХАЗУ за покупку вот этих вот пиксельных елок, министру Авзалову, замминистру Жулькову. Не торопитесь, Рядь Фаридович, не надо таких громких заявлений. Все будет, все сядут. Но завершил тему министров-уголовников Хабиров и вовсе неожиданным образом. Он заявил, что когда они отбудут свое наказание, он с ними встретится и предложит им работу. Ну, правда, не в правительстве. А вот и на агенту Мурзагулову прощения от Хабирова не будет. Добавил принципиально Хабиров. Все это потому, что он, Мурзагулов, цитирую, прошел точку невозврата, связанную с нарушением закона. Конец цитаты. Дорогой юрист Ради Хабиров, выходит, что даже приговор Верховного суда в отношении Кучербаева-Беляева вас не убедил в том, что они нарушили закон. А вот и на агент Мурзагулов, он, значит, что-то там нарушил. Ну, так получается. Ну, это бред какой-то. И вот это мы слышим из уст юриста главы региона. Почти ответил Хабиров на вопрос жителей Уфы о судьбе здания Уфимского цирка. Цитирую. «Пришлось обратиться к президенту с этим цирком». Конец цитаты. Ну, в итоге обращение Хабирова к Путину с этим цирком. Хабиров теперь надеется, что денег на реконструкцию, может быть, дадут в 1926 или в 1927 году. А отремонтируют цирк, может быть, к 2030 году. Ну, короче, уфимцы забудьте про цирк. Был вопрос и о реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Проблему Хабиров назвал паникой на пустом месте. А защиту памятника от варвара Хабирова неправильным делом. Ну, назвал Хабиров не варвар. Ради Фаритович сообщил нам, что ремонт планируется начать только после юбилея Уфы. То есть, в 1924 или в 1925 году. Ремонт будет сопровождаться полным демонтажом и расчленением скульптуры. А также полной разборкой постамента, на которой она стоит. Все это не варварство. Обойдется региону в 300 миллионов рублей. Но это пока еще тоже не точная цифра. И все это не варварство будет длиться примерно до того же самого 2030 года. Ну, успокоил так успокоил. А монумент точно, Ради Фаритович, до 1925 года достоит? Вот дырявый насквозь. Не соскочит Салават Юлаев со своим конем в реку Белую? Ну, вот тут мы точно не уверены в этом все. Кстати, обсудили и 450-летие Уфы. Хабиров сенсационно заявил, что в связи с тем, что городская администрация не справляется с поставленными задачами по возведению юбилейных объектов, празднование переносится с 12 июня на неопределенный конец августа 2024 года. Ну, видимо, будут совмещать и юбилей Уфы, и выборы главы региона. Ну, это первое, что мне пришло в голову. Ну, как можно вот это масштабное, не двухдневное, там, на месяц это все празднование будет растянуто, фестивали, праздники Кумыс-Курай, и в это время у нас будут проходить выборы главы региона, да? Ну, как-то это совершенно дико. То есть, ну, в конце концов, действительно необычный способ скрыть полное фиаско администрации Уфы, ну, и самого, собственно, Хабирова в вопросе подготовки к этому юбилею. Ну, Хабиров еще несколько нес дальше какой-то бред про чудо Арбат на улице Октябрьской революции, который он планировал там построить за 2,5 миллиарда рублей, но, как бы, вот классная история должна получиться, как он выразился, но, правда, не хватает полтора миллиарда рублей, они куда-то делись. Ну, и взять их, собственно, негде, но он все равно на что-то рассчитывает, и осталось тут, собственно, меньше года, ну, и там еще конь не валялся, и только трубы поменяли. Ну, в общем, честно говоря, вот это слушать уже было неинтересно. Завершая прямую линию, обсуждали вопрос обманутых дольщиков. И будет ли закрыт вопрос этот к 2023 году, как было обещано Владимиру Путину. Хабиров на эту тему говорил так туманно и непонятно, что я, признаться, не понял. Вот он извиняется или продолжает обещать невозможное, но я точно уверен в том, что полностью проблема обманутых дольщиков в 2023 году решена не будет. Под конец прямой линии, как положено по законам жанра этих мероприятий, плеснули немножко личного, приоткрыли завесу тайны, какой же на самом деле Хабиров в жизни, какие у него, значит, там интересы и принципы. Хабиров сообщил, что если бы ему представилась такая эмпирическая возможность, то он встретился бы ни с кем иным, как с Наполеоном Бонапартом. Ну, признаться, не уверен, что Бонапарт, если бы ему тоже представилась эмпирическая возможность встретиться с дорогим Радио Фаритовичем, согласился бы на эту встречу. Любимый писатель у Хабирова Булгаков. Ну, знаете, это очень симптоматично. Многие люди, которые прочитали в жизни одну или две книжки, говорят, что их любимый писатель – это Булгаков. Это вот прямо диагноз. На вопрос о том, какое у Хабирова любимое место на земле за пределами республики Башкортостан, он уверенно ответил, что это Санкт-Петербург. Не Лондон, не Вена, где проживают его дети, а именно Санкт-Петербург. Ну, очень патриотичненько. А вот на вопрос, какой у него был самый нелюбимый предмет в институте, из которого он сбегал с лекций и занятий, Хабиров неожиданно ответил – бухгалтерия. То есть, бухгалтерский учет Хабиров в институте игнорировал, но тут, как говорится, все сходится. Верим, Радио Фаритович, верим, потому что мы невооруженным глазом видим, как все время не сходится дебет с кредитом в бюджете республики Башкортостан. Были еще вопросы, конечно, про то, что он любит есть и так далее, и так далее. Это совсем неинтересно. На протяжении всей этой прямой линии, напомню, 3 часа 45 минут, конечно же, происходили микрочудеса. Прочаковская и Зарафуддинов подвоевали на разные лады, рассказывали, что поручения Хабирова еще не успевают сформироваться, а они уже выполнены. Вот там кто-то написал в СМС, что ямы где-то там у подъезда на улице, и их уже заделали. Но вот эти вот такие бытовые чудеса происходили все эти 3 часа и 45 минут. Ведущие тамады или кто они там у них считаются, вот эта Прочаковская с этим Зарафуддиновым, конечно, превзошли себя прошлогодних по части вот этой лести, попытки, значит, сделать приятное начальнику. Зарафуддинов заявил, что главный блогер у нас в Башкирии, это, конечно же, Радий Фаритович и прочее, прочее. Причем выглядело это так нелепо, что иногда Хабиров даже обрывал их и спрашивал, ну, как бы вам хорошо вдвоем, вы тут про меня не забыли и так далее. Ну, в общем, конечно, ведение мероприятия было за гранью добра и зла. Впрочем, не смею грузить вас всеми нелепостями, глупостями и ложью, которые длились вот эти вот 225 минут. Прямой линии ради Хабирова, ну, потому что это было бы, наверное, бесчеловечно по отношению к нашим подписчикам. Надеюсь, мне удалось отобрать для вас самое важное и характерное для этого поистине непристойного представления, которое вчера случилось у нас в республике. Из личных впечатлений я поделюсь таким ощущением, что Хабиров выглядел очень уставшим, раздраженным, каким-то таким, знаете, сбитым летчиком. То есть человек, который уже понял, что у него что-то не получится и по инерции, значит, все еще продолжает лететь к земле. Человек, который не уверен, не то чтобы в каком-то там 2030 году, на который он бесконечно откладывал все свои, значит, там, проекты и планы, он не уверен даже, в общем-то, в завтрашнем дне. Вот такое ощущение у меня было. Ну, и отдельно отмечу, что на протяжении всей прямой линии, когда вопросы касались каких-то конкретных бытовых дел, да, там, какой-нибудь дороги, какого-нибудь моста, какого-нибудь благоустройства, еще чего-нибудь воды в Белорецке, еще чего-нибудь, Хабиров неизменно отвечал. Денег нет, денег нет, денег нет. Постоянно ссылался на то, что СВО не закончилось, там, крупных финансовых вливаний из федерального центра не будет, не ждите, денег нет, денег нет, денег нет. Это вот соображение шло рефреном через всю прямую линию. То есть, в отличие от прошлых разов и в отличие вообще от стилистики подобных мероприятий, где безгранично все всегда обещано, и прямо, да, сделаем, да, получится, все отлично. Хабиров очень много говорил и уклонялся от какой-то прямой ответственности, от каких-то конкретных сроков, говорил, надо посмотреть, надо оценить, денег нет, деньги будем искать. Вот это, конечно, звучало достаточно тревожно, но, собственно, скорее всего, это правда, потому что Хабиров понимает, что бюджет следующего года будет абсолютно катастрофическим в Российской Федерации и в Республике Башкортостан, обещать что-то конкретного он не может. Кстати говоря, депутаты госсобрания приняли этот бюджет региональный наш, и мы его обсудим обязательно в ближайшую субботу, ну, по крайней мере, специфику и особенности этого бюджета. То, что я видел, меня, честно говоря, очень опечалило и насторожило. Собственно, это все про прямую линию радио Хабирова. Пишите в комментариях, чтобы вы хотели узнать, например, у самого Хабирова, и что он вам не ответил. Пишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что заявил Хабиров на этой прямой линии. Ставьте лайки, комментируйте, помогайте нашему каналу материально. Это очень важно и нужно для нас, и можете это сделать исключительно через расчетный счет, который мы вам демонстрируем и который указываем под каждым нашим видео. Всем пока!